Всем привет! С вами снова Дюк Юсупов. И сегодня я хотел закончить рассказ про ZX Spectrum в коробчонке, который я начал в одном из предыдущих видео. Там, если вы помните, я взял плату ZX Spectrum совместимого компьютера Delta S 48 кг и засунул ее в корпус органайзера. Вот такой примерно корпус. Выбрал я его прежде всего, потому что это очень материал простой в обработке. В отличие от того же материала, типа металла или дерева. То есть здесь можно справиться без всяких дополнительных инструментов. Достаточно пассатижей, канцелярского ножа и сверлу, например, каких-нибудь. Тот компьютер, который у меня получился, он обладал уже определенными возможностями. То есть его можно было подключить к телевизору. Там было три выхода у меня. RGB, Composite, S-Video. И к нему можно было подключить внешнюю клавиатуру. Таким образом получался как бы системный блок. Однако, как говорится, это было не совсем удобно, потому что все равно получалось, надо было таскать, например, с собой и клавиатуру, и где-то брать телевизор, к которому нужно было подключиться. Поэтому я решил не останавливаться на достигнутом и решил этот проект продолжить. То есть что нам не хватало теперь для этого? Нам не хватало клавиатуры, которая была бы встроена в сам этот блок органайзера, и не хватало монитора, который можно было бы, например, брать с собой. Вот это я, собственно, занялся на досуге, и получилась у меня вот такая вот штука. То есть теперь у нас были добавлены сюда клавиатура и монитор, который можно либо подвигать на своем шарнире, либо полностью снять. Этот компьютер, он работает целиком, то есть не надо к нему никаких проводов, это почти получился моноблок со встроенным аккумулятором, колонками, хранящим информацию вот здесь вот. То есть вот, включаем аккумулятор и включаем, собственно, сам компьютер. Вот у нас загрузился ESX-DOS с DiffMMC. И теперь мы можем войти в DiffMMC командой Browse. Потому что кнопочка у меня на этом компьютере, как я говорил, уже не работает. Вот, пожалуйста. То есть мы загрузились в ESX-DOS и можем загрузить любую игру. Например, возьмем DANDER. Вот, пожалуйста, у нас запустилась игра, все работает, все летает. То есть это вот пример того, что у нас, собственно, должно было получиться. Вот, пожалуйста, звук, все слышно. Все, вот таким вот образом у нас получился вот такой вот переносной моноблок. Что пришлось для этого проделать? Во-первых, я прикупил на Авито плату для откликатуры спектрумовской. Ее там продает товарищ, по-моему, под ником OVL. И берет за нее, по-моему, не очень дорого. Что-то рублей 700-800, что ли, на меня, по-моему, обошлась. Зато, заодно, она идет сразу в комплекте с необходимыми к ней электрическими компонентами. То есть там резисторы, экросхемы, транзисторы. Тут, что тут еще тут? Конденсаторы. То есть это все прямо в комплекте идет. То есть можно просто взять уже готовую, как бы, плату и на нее все это дело напаять. Останется только найти кнопочки для нее и потом же собрать ее целиком. Что, собственно говоря, я и сделал. Ну, взял эту плату я, потому что она, первое, достаточно дешевая. И может использоваться с обычными вот такими кнопочками, которые нажимаются, вот так вот кликают. То есть кнопочки это примерно вот такие получаются. Такие вот маленькие пимпочки. Такого размера я использовал. Я их заказывал в комплекте. То есть шли они сами кнопочки. На эту кнопочку можно было одеть такой вот колпачок, на который нажимается. И на него одеть вот такую прозрачную вставочку, под которую можно, например, разместить какое-нибудь изображение. Вот в таком вот виде эти кнопочки монтируются на плату и припаиваются. То есть всего пришлось мне заказать. Здесь, по-моему, 40 чем-то кнопок. У нас здесь клавиатура расширена, если можно так, если здесь все это видно, то здесь есть кнопки дополнительного курсора. Delete и Brick. Этих кнопок вообще однозначно не хватает при сокращенной клавиатуре. Поэтому, если уж брать, то брать нормально. Потому что эти кнопки постоянно нужны. И через shift нажимать не очень-то удобно. Этим я столкнулся, используя и расширенную клавиатуру резинки. Что можно сказать по плюсам и минусам данного решения? Ну, плюс, оно достаточно дешево. То есть, в принципе, сама плата в 700 рублей. 10 таких кнопок в полном комплекте. То есть, сама эта кнопка, которая монтируется на плату, к ней копачок. Потом сверху вот эта вот крышечка. Они, по-моему, мне обошли 170 рублей. 10 штучек. То есть, мне пришлось заказать их 5 раз. То есть, это еще получится 700 рублей. То есть, удваивает ее сумму. То есть, вот в полторы тысячи можно, в принципе, влезть в стоимость всей этой собранной клавиатуры. Понятное дело, что, конечно, лучше нормальные клавиши. Но нормальная полноразмерная клавиатура, которую вот тоже на авито можно найти. Цены на нее начинаются уже, по-моему, от 6-7 тысяч. То есть, с нормальными кейкапами и всем остальным. Эта клавиатура, она достаточно простая. И мне, в принципе, изначально она нужна была именно, чтобы войти в браузер ESX-DOS. Там что-то выбрать какую-нибудь игру и запустить ее. И чтобы можно было выбрать, например, какое-нибудь управление. И дальше уже можно было играть без джойстика. То есть, свою функцию она, в принципе, полностью выполняет. Сначала я думал, что вообще на ней невозможно будет играть. Потому что нажатие кнопочек такой достаточно... Ну, они... Именно их надо прожимать до конца, чтобы получить с них нормальный отклик. Ну, оказалось, в принципе, что если достаточно активно давить на эти кнопки, то срабатывают они очень оперативно. И играть, в принципе, с помощью этой клавиатуры можно. Единственное, конечно, что лязг стоит во время игры достаточно такой серьезный. То есть, все эти вот звуки, они постоянно находятся в воздухе. Вот. Еще минусы, какие вообще у этих кнопок есть, с которыми я пытался бороться. Это вот такой минус, что вот эта вот кнопочка, которая вешается на саму вот это вот нажатие, она дрыгается вот так вот. То есть, она не слитно с ней. То есть, она, получается, перемещается постоянно. И эта кнопочка постоянно дрыгается. Это не мешает никак ей нажиматься. То есть, она нажимается независимо от того, куда бы я ее там ни давил. Просто это будет более либо выделено, либо нет. Но зато они, получается, все такие вот кривоватенькие. То есть, можно видеть, что они тут все туда-сюда и лозят. это я пытался побороть с помощью вот такой пластинки пластиковый который сверху разместил я очень старательно пытался это сделать то есть чтобы эти квадраты которые вставляются уже в саму кнопку они были плотно закреплены еще и вот этой пластины то есть они бы в ней не особо шатались это у меня получилось конечно сделать но несмотря на то что я очень старательно размечал все эти вот отверстия вот по этой вот кавиатуре и очень старательно пытался их высверлить но когда как говорится руки-крюки не поможет даже газ-алмаз поэтому оказалось что некоторые кнопочки у меня нормально получились например вот эта кнопка она у меня не здесь не шевелится она достаточно плотно сидит и очень аккуратно нажимается то есть и звук даже с нее получается такой менее звонкий вот это то что должно было получиться по всей клавиатуре но в итоге получилось что у меня то лес кто подорова для каких-то краеш пришлось сделать больше отверстия для каких-то там более-менее еще не под подошли каких-то вообще там распиливать там огромные дырки потому что все это в итоге уехала при сверлении и результат на лице как говорится все равно клавиатура вся вот выглядит вот такой вот этой но это никак не мешает ей нормально работать то есть что я хотел собственно сделать то я и сделал внутри это клавиатура у меня выходит туда коннекторами и снизу я ее подключаю уже коннектором на самой клавиатуре вот это вот у меня удалось принципе неплохо сделать хотя есть некоторыми нареканиями то есть клавиатура вполне себе работоспособность с помощью нее даже можно играть чего даже не ожидал изначально то я вообще хотел сделать там нажатие нескольких кнопочек там буквально чтобы можно было загрузить там пункте игру и просто там выбрать например управление там джойстиком но оказалось у меня что вот этот же дефон миссии у меня не может по кнопочке nmi войти в меню нужна команда browse то есть чтоб ее набрать нужно кучу символов на клавиатуре и в итоге все равно пришлось ввести все вот именно полноценной клавиатуре но даже к лучшему как казалось а вот с монитором с этим мне пришлось повозиться монитор этот я нашел и купил на алиэкспресс вам обошелся по моему мне около 3000 рублей это 7 дюймовая матрица с контроллером и тремя выходами то есть здесь есть вход питания как можно видеть х дыма и vga и композитный вход вот такой вот маленький монитор чека на станинке которые можно поставить его прикрепить куда-нибудь его можно двигать наклонять к себе от себя данный монитор я выбрал прежде всего из-за того из расчета того что я буду подключать к именно к этому спектрому и желательно питать его от батареи которые встроены в этот спектру то есть мне нужно было обеспечить ему чтобы он работал 5 вольт поэтому я брал именно такие мониторы которые могли бы питаться 5 вольт потому что многие там другие мониторы там требуют питания там 12 вольт и выше этому достаточно 5 но то есть он заведется с таким питанием там сет преобразователи поднимающие напряжение они конечно здорово греются но он с этим можно как-то мириться вот и когда этот монитор впервые подключил спектруму сначала я сделал это с помощью композита ну то есть что было той подключил как говорится композит у меня здесь заработал несмотря на то что в меню пришлось выбрать там тип сигнала но в принципе он заработал он нормально отображался на этом экране за исключением двух вещей первый экран был сдвинут вниз где-то примерно на две строчки то есть не было видно того что набираешь например какие-то команды basic и очень отвратительное качество именно по цветам вот поэтому пришлось от этой идеи отказаться ну я собственно не особо-то это и рассчитывал я изначально думал что подключу его через скандаблер VGA и я пошел подключать его к VGA смотреть на каких частотах он работает оказалось подключив вот к нему ZXEVA я получил что он работает но только на 60 герцах то есть 50 герц он не поднимает тут у меня уже закрали сомнения стоит ли мне еще покупать скандаблер чтобы подключить к нему этот монитор по 60 герцам неизвестно было получится у меня это вообще будет он работать с этим ZXSPECTRUM совместимым компьютером Delta S потому что тут все не так-то просто тоже но в итоге я случайно наткнулся на форум там было обсуждение подключения вот мониторов на тронных контроллерах ZXSPECTRUM и потом еще наткнулся на видео в котором тоже показывалось как можно произвольную матрицу с помощью народного контроллера подключить ZXSPECTRUM используя сигнал RGB ну и сигнал естественно кадровой срочной синхронизации поэтому этим я заинтересовался начал ковырять эту тему и пытаться ее реализовать вот в данном мониторе на это я убил очень много времени потому что у меня сначала не получилось прошивать вот это вот устройство с помощью там LPT каких-то там портов которые предлагалось видео у меня просто ее чип этот никак не видел я не мог к нему никак подключиться потом в итоге я заказал уже нормальный чип Winbound и выпаяв вот имеющийся чип я начал экспериментировать уже с купленными опять же у меня через LPT почему-то они не виделись никаким образом на моем компьютере мне пришлось даже купить программатор для этих чипов в итоге но уже с программатором у меня чипы начали записываться и начал заливать прошивку вот в это устройство прошивкой тоже все оказалось не так просто то есть изначально я попробовал прошивку от первой версии этой платы тут их две версии от этой платы народной скажем так контроллера старая которая была зеленом виде называлась точно так же как новая уже синяя и прошивка там отличалась тоже была более новая и более старая но оказалось что старая прошивка тоже нормально заливается и работает что меня собственно тоже порадовало потому что все те доработанные прошивки которые выкладывались на теме zxpk оказались они все от зеленой версии от вот народного контроллера и у меня были большие сомнения что не заработать именно с этой но в итоге они заработали и я начал уже подбирать картинку чтобы она нормально вводилась на экран потому что с этим тоже были большие скажем так сложности то есть недостаточно было просто получить там изображению фига на экране нужно было еще привести его вот нормальное состояние чтобы можно было его видеть нормальный и оно было бы скажем так соответствовал нормальному спектруму там на форуме выкладывался одним хорошим товарищем конфигуратор уже урезанной прошивки с помощью этого конфигуратора можно было подобрать как параметры вот этой самой матрицы так и параметры тех видеорежимов с которыми она будет работать дальнейшем сначала надо было подобрать чтобы матрица нормально показывал хоть что-нибудь то есть подбирается параметры самой матрицы то есть перебирается там несколько десятков там вариантов и смотрим с какой с какими вариантами эта матрица будет у нас работать сложности заключается в том что дата шита на у нас например на эту матрицу я найти так и не смог поэтому все приходилось делать скажем так методом тыка в итоге где-то на там двадцатую тридцатую перезаливку прошивки я смог хотя бы отобразить надпись что у меня это матрица работает то есть просто всплыло у меня что сигнал вга сюда под подается и она очнулась и потом уже начал потихонечку ковырять уже те режимы которые возможны для данной вот матрицы например то есть и режимы тоже опять же и они все разные то есть здесь надо попасть в эти параметры которые у нас выдает конкретное устройство нужно именно попасть тот самый экран который он пытается показать с таким же образом опять же то есть много-много-много раз я перезаливал эти прошивки с разными параметрами пока не получил нормальную картинку потом получив эту нормальную картинку я принялся уже и улучшать я пришел к вот такому вот экрану в этом экране я старая старался попасть максимальное скажем так отображение экрана спектрума пожертвовал бордюром потому что экран сам маленький есть у меня еще и бордюр от него будет отъедать сверху и снизу то у нас получится что у нас слишком маленькое изображение на этом экранчике в итоге например я вот бордюру урезал и получился вот таком вот виде то есть слева и справа он урезан но снизу тут у нас служебная строка идет тоже окрашивает цвета бордюра в целом получается что у нас изображение вот такого размера то есть диаметре где-то примерно 15 сантиметров это получилось хорошо ну сейчас тогда мы включим данный компьютер и я его покажу в действии как он работает просто для начала посмотрим что у нас внутри данной коробочки это мы просто поднимаем верхнюю панель органайзера это очень удобно что как раз сделан из органайзера что можно и вот так вот на шарленчиках припонять и внутри что-нибудь посмотреть или поделать вот мы видим плату дельта с 48 килобайт вся 2 микросхемы и очень много много проводов которые пришлось мне навешать на нее что все это дело у нас работала так как я хотел слева у нас видно плата который занимается зарядкой аккумулятора и выдачей с него энергии для питания платы монитора вот на ней можно видеть импровизированный радиатор из гайки и вот такой вот полоски греется она уже при выдаче максимального тока очень сильно когда вы включаешь монитор она прямо раскаляется палец держать на вот этом просто невозможно дольше двух секунд поэтому радиатор здесь все таки я думаю нужен здесь у нас плата чипа игрок чтобы можно было наслаждаться трехканальным стереозвуком в играх она втыкается здесь прямо в разъем процессора и как мы видим для воспроизведения используется микросхема ямаха внешнему разъем у нас подсоединен переходник по zx bass к нему у нас подсоединено устройство диплом мси на котором хранятся все у нас программы игры все остальное этот компьютер вполне может таскать собой целую коллекцию игр я бы сказал бы даже все спектром ски игры можно спокойно разместить на одной маленькой флешке с помощью это устройство их здесь воспроизводить добавлено тоже плата у нас я уже говорил для вывода с видео и композита сигналов ну понятное дело здесь есть gb выход для подключения нормальным телевизором и монитором которых есть такой разъем разъемы джойстиков синклер кэмпстон выход аудиозвука вход и выход магнитофона гнездо питания кнопка включения кнопка сброс все вот вырезано внутри данной коробочки без каких-либо ощутимых усилий проводами вот этими у нас подключение идет кавиатуры которая у нас прикручена верхней крышки на эту же крышку нас выведены два динамика которые выдают нам стереозвук и здесь у нас идет подключение к монитору pvga кабелю есть круга кабели у нас подключается сигналы красного зеленого голубого цвета и сигнал синхронизации кадровая и строчная которые доберутся с этой микросхемы ну плюс к этому у нас монитор идет питание можно монитор питать отдельно то есть ватнуть в него свой кабель питания и тогда будет естественно это устройство меньше кушать и дольше проработает теперь мы закроем эту крышечку и посмотрим как это устройство у нас работает вот включается загружается sx-dos и мы переходим к экрану 48 килобайтного спектрума есть может что нить конь программу написать попрограммировать можно и сразу зайти например менеджерный sx-dos и оттуда что-нибудь загрузить как раз хотел продемонстрировать то чего удалось сбавиться благодаря настройки прошивки под конкретный монитор вот если мы откроем этот экран о нем будет хорошо видно что здесь вот заливание всего экрана от этой вот шахматной матрицы пикселей она нам дает красивую ровную картинку то есть нет заползания пиксел на пиксел благодаря чему возникает так называем гребенка сейчас вот эту гребенку создадим искусственно вот поплыли волны по экрану когда я меняю здесь параметр clock вот такую гребенку может часто видеть когда мы подключаем какой-нибудь спектру в га монитору например и у него там получается разрешение не родное и не соответствующее скажем так не удвоенное там не утроены ничего получается вот такая вот картинка у нас тут же у все нормально выстроено теперь то есть она выровнена вот таким вот образом и извод впечатления однородной заливки что собственно и добивались в данном случае а теперь мы загрузим какую нибудь игру например эксалон включим нормальный звук вот у нас играет а игрок а вот мы видим очень себе сочную такую картиночку картинка очень красочная все ровненько пиксел газа не режут все работает четко плавно и можно увидеть что даже вот с этой клавиатурой вполне получается играть какие у динамичные игры как тоже самых салон например пожалуйста да звучит громко но ничего страшного лица нет мне себе можно поиграть пожалуйста начинается перестрелка у нас гремят кравиши как будто по ним тут топчется зато вполне себе то есть даже эту кавиатуру можно использовать чтобы поиграть но появится может чуть джойстики и джойстиками будет еще удобнее здесь все вполне себе работает сейчас еще чем загрузим чтобы показать мелкий шрифт пример в играх тот же тот же звездное наследие например ну пожалуйста то есть даже на экране стартовым все хорошо различима все пиксел один к одному они не раздражают они очень аккуратненькие но все различимы никаких гребенок у заливок ничего не видно все хорошо вот например шрифт на экране тоже очень хорошо различимый то есть лучше прямо таки скажу даже не надо вот и монитор тоже дает принципе неплохое разрешение но там шрифт бывает хуже читабелен это еще и плюс геометрия то может плавать здесь же у нас все отлично из геометрии читабельность поэтому вот этот вот вариант я считаю вполне себе очень неплохим для ретро гейминга и для подключения его к спектруму например этот мониторчик да он маленький но в принципе его достаточно для того чтобы поиграть сидя с ним день на коленях устроившись в уютном кресле минут там 30-40 можно спокойно провести за любимой игрой но она больше меня нам и пока и времена просто нет точки зрения дальнейших улучшений что здесь можно сделать но во первых можно поменять аккумулятор на более емкий потому что все-таки 5000 миллиампер маловато как видно для питания данного монитора кушает он как не в себя видимо подсветка жирает большую часть энергии на урезать и не получается не так не с помощью прошивки подогнали тут мне еще вот такую вот плату это новодел той же самой платы что и встроена в данный в над корпус то есть это вот то что было энтузиастами срисовано отрисовано и вот теперь ее можно произвести и перенести например на нее все эти компоненты которые у меня сейчас размещены на этой плате и будет новая плата без всяких там глюков ну вот чем я наверно скорой займусь как только мне подъедут панельки под микросхемы можно будет сесть и аккуратненько все это дело на нее перенести ну а пока на этом все до новых встреч всем до свидания